Всем привет! Вы на канале Криптофилы. Сегодня мы с вами пройдем тестнет децентрализованной биржи под названием AshSwap. Данная децентрализованная биржа относится к экосистеме Allerant. Allerant достаточно интересный проект, очень масштабная система. Вообще у них строится вокруг своего блокчейна. Их токен EGLD торгуется на Binance. Среди инвесторов проекта достаточно хорошие VC. Это Binance Labs, Electronic Capital, Electric Capital, Woodstock, Magen11. Также я еще знаю, что Morningstar Ventures очень плотно работает с Allerant. Поэтому вся вообще система Allerant очень хорошо устроена. Но при этом у них есть лишь один DEX. Это вот MyRDEX и вот Exchange у них есть внутри. Вот тут сразу же на ключевом сайте. У них также еще есть launchpad свой. Тоже с очень крутыми иксовыми проектами. Что окрашивается, AshSwap, она изонирует себя как первый DEX на блокчейне Allerant. Хотя MyRDEX по факту был первым. Но AshSwap все равно, даже если он второй, это тоже хорошо. Потому что практически на всех сетках есть несколько DEX. Их там на Солане, их вообще, мне кажется, будет бесчисленное количество. Поинт самые известные. Там Radium, но еще другие DEX. И почему мы проходим тест-нет именно AshSwap? Потому что данная сеть Allerant, она не прям так сильно изучена и пока что не обросла каким-то космическим хайпом. Поэтому мы можем надеяться на хоть какой-то Retro. И вообще сам проект AshSwap, он выглядит в целом интересно. Сейчас мы с вами тоже посмотрим более детально. Что нам нужно для начала тест-нет? Мы должны скачать MyRWeb Extension. У меня он уже скачан. Вы просто переходите сюда, нажимаете, его можно сразу автоматически скачать. У меня уже это скачано. Так. Вот тут получается, мы создаем новый кошелек. Запоминаем вот эти вот все слова. Сюда вписываем слова как раз из нашей сет-фразы. После того, как мы с вами установили MyRWallet, мы уже можем подключиться к тест-нету. Пока он сейчас не видит наш MyRWallet, нам нужно вот перезагрузить эту страницу. После перезагрузки этой страницы мы должны спокойно уже подключиться. Да, вылетает вот такое окошко. Мы тут все одобряем. Возвращаемся. Тест-нет. Все, подключились. Теперь нам нужно получить тестовые токены. Как нам их получить? Есть две ссылки для получения токена. Нам сначала нужно включить вот тут тест-нет. И после этого по двум ссылочкам заклеймить свои токены. Я эти ссылки прикреплю в описании, так что не переживайте. Вот сюда мы вставляем номер нашего кошелька. И лучше вот отсюда все вообще возможные токены тестовые сразу забрать, чтобы потом не париться. Я быстренько вот так вот нажимаю по всем токенам и получаю все тестовые токены, которые вообще могут быть в блокчейне Elrond. Нам они все понадобятся сейчас в процессе выполнения данного тест-нета. И вообще на будущее, чтобы не заходить по несколько раз и не забирать эти токены, лучше заклеймить все сейчас. Да, все, сейчас у нас это все зачислится на кошелек. Мы немножко должны подождать. Пока что посмотрим, что вообще есть в ваш слаб. В ваш слаб есть у нас слаб, лука обычная, как выглядит, как обычный DEX. Также мы тут можем регулировать слипы и прочее. Мы должны прослапать сейчас все монетки. После этого что-то закинуть в пул. Вот сюда. О, и также еще что-то можно закинуть в стейки. В стейки ликвидности. Ну, для фарминга ликвидности и governance тоже. Тут также есть аналитика и ссылка на их социальные сети. Ну что ж, давайте начнем с swap-лки. Думаю, тестовые токены нам уже зачислились. Да, все, уже зачислились тестовые токены. Да. Так вот, тестнет у нас подключен. Вот у нас по тысяче всех тестовых токенов. Давайте свапать там USDC и USDT пару какую-нибудь, да, там 500, к примеру. Суфишнт игллдэбэланс выглядит очень странно. Подождите-ка. Почему так? Все должно свапаться и без иглдэбэланс. Да, все спокойно свапаем. Там был просто лак. Подтвердили. После подтверждения транзакции. Все, первый транзакт отправилась. Давайте, вот мы свапнули USDT на USDC. Давайте теперь свапнем там B2C на B2C, к примеру. Ну, 500 также, по половине. Так. Вот вот подтверждаем транзакцию. Слав выполнен. И давайте вот два свапа сделали. Вы можете еще погонять без проблем. Я бы сделал там по 10 свапов на другом самом аккаунте. Теперь давайте зайдем в пула. Вот есть такой пул. Сюда депозит вот такой отправим. Вот все подтверждаем. Возвращаемся. Теперь сюда в депозит мы тоже что-то можем отправить. Допустим, вот так. Вот такое зачисление сделаем. Вот тут подтверждение все. Сюда тоже направили в депозит. И последнее в этот пул тоже закидываем. Все приняли. Думаю, давайте сюда закинем. Вот тут 500. Вот так. 500. Вот. И последнее тоже подтверждение. Все. Вроде бы в эти три пулы мы все закинули. Нам что-то уже капает. Есть какой-то APR пока что. Тут он космический тоже. А тут мы, потому что 8% требов тоже много. Но это тестнет, понятное дело. Пожалуй, что нереальный майонет. Теперь заходим в ликвидит стейк. В ликвидит стейк. Вот тут достаточно долго, кстати, у них уже прогружается. У ликвидности я вам это написал, когда отзыв писал по их тестнету. В ликвидность мы пихаем уже что-то сейчас. Вот тут есть какие-то токеры для ликвидности. Тоже подтверждаем все транзакции. Ну, относительно, кстати, неплохо работает тестнет. То есть, даже несмотря на то, что я уверен, что я тоже подключил кто-то там какие-то свои мультиаки и закидывает дофига сюда уже аккаунтов для прохождения, работает сайт достаточно неплохо. Как бы, это не, допустим, тестнет Firefly, который я там выполнял и все лагало. Тут все, так сказать, более плавно, более смолучно. Все, мы закинули вот в ликвидность. Тут уже мы можем что-то собрать. Давайте теперь перейдем в governance стейк. В governance стейке мы просто будем как раз закидывать вот эти их токены. ASH, добавим сейчас сюда 1000. И давайте, ну, закинем там на 3 года. Стоит. Подтверждаем. Все подтверждено. Да, тоже закинули в стейк. По факту тестнет выполнен. Осталось только нам перейти в Discord и оставить свой фидбэк. Да, вот открылась уже сразу же, или в комьюнити у меня открывается в отдельной вкладке. Принимаем приглашение. Перейти в Discord. Сейчас пробужается их в Discord. Вроде бы, да, мы все сделали, больше ничего не надо. Вот еще можем посмотреть на аналитику. У них тут поставлена какая-то аналитика по тестнету. Но на самом деле у них тестнет выполняет достаточно много людей. Сейчас я вам покажу, как выглядит канал с фидбэком. Вот тут мы с вами должны пройти верификацию. Rules and Verify. После этого переходим в фидбэк. Тут у них там каждый секунду люди пишут какой-то отзыв. Да, по тестнет. Все, что вы можете сделать, даже если вы не знаете английского, именно там русско-английский переводчик, вбиваете там в русско-английском переводчике, вы можете вбить там, к примеру, все прошло хорошо, никаких багов не обнаружил, выполнил все задания, там залил ликвидность, еще, еще, еще что-то сделал. Да, я писать, что-то сделал, просто нового. Это чисто в русском переводчике, можно сделать в Google. И все. Вот, в принципе, тестнет выполнен. Я рассчитываю его сделать примерно с 10 аккаунтов. Он в плане достаточно быстро, тестовые токены получат. Ну, можно получить без каких-то задержек. И на сайте никаких лагов, багов особых реально нет. И надеемся на хороший ретро-дроп от Swap. Думаю, будет что-то интересное. Даже если не будет ретро-дропа, какого-то большого, то все равно, я думаю, мы сможем увидеть хороший работающий продукт, и особенно еще на развивающем таком, в такой развивающей такой системе под названием Elevent. Все, ребят, всем профит, всем удачи. Делайте данный тестнет хотя бы с пятиаков, и думаю, получится заработать даже какую-то копеечку лишнюю, бесплатно, всегда приятно заработать.